Праздник творческих, самобытных и талантливых в России отмечает День работника культуры. Праздник творческих, самобытных и талантливых в России отмечает День работника культуры. Коммуникативные навыки очень развиваются, ребята становятся более эрудированы. Интернет во благо. Образовательный веб-квест завоевывает популярность. Надо думать. Очень хорошо думать. Мы не думали, что так все будет сложно. Игры для взрослых. В Десногорске появился новый вид досуга. Переходим к темам выпуска. Новоизбранный мэр Смоленска вступил в должность. 22 марта в городской администрации состоялась торжественная инаугурация. Андрей Борисов официально стал главой города. Ранее за его кандидатуру проголосовали все депутаты городского совета. На новом месте Андрею Борисову предстоит разобраться со множеством городских проблем. При этом наиболее остро стоит вопрос ремонта разбитых городских дорог. Губернатор Смоленской области Алексей Островский ожидает от нового мэра оперативных и волевых управленческих решений, в том числе и кадровых. 24 марта в Центре культуры и молодежной политики Десногорска для подсчетного награждения грамотами и дипломами собрались люди, посвятившие себя развитию культуры в городе. Они дарят людям тепло, любовь и радость. Без работников культуры не обходится ни один календарный, профессиональный, городской, детский или семейный праздник. Церемонию награждения открывал глава города Андрей Шубин. От всей души я хочу поздравить с профессиональным праздником Днем работника культуры. Именно вашим трудом красные дни календаря и памятные даты становятся по-настоящему праздничными для сотен людей. Благодарственные письма глава города вручил активным деятелям культуры. Он отметил их добросовестный труд, вклад в дело формирования и развития культуры, приобщение детей к творчеству, высокий профессионализм и мастерство. Председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике вручила грамоты представителям культуры за их плодотворный и ответственный труд в создании условий для развития и процветания культуры в городе. Также в этом году была отмечена совместная работа с общественными организациями Десногорска, которые играют важную роль в жизни города. Были вручены грамоты за многолетний труд и активную жизненную позицию. Сфера культуры нашего города, она уникальна, ее представляют ряд учреждений. Это дружные коллективы дополнительного образования, детская художественная школа, детская музыкальная школа, наш историко-кровический музей, библиотека и, конечно, Центр культуры и молодежной политики. Многочисленные поздравления и теплые слова были сказаны в адрес деятелей культуры. После завершения торжественной части гостям показали музыкальную интерпретацию знаменитой сказки «Золушка». Олег Соловьев, Фиолета Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Употребление наркотических средств в Смоленской области за 2018 год сократилось более чем на 7%. Такие данные озвучили на антинаркотической комиссии в администрации региона. Также значительно уменьшилась смертность от наркотиков и психотропных средств. Количество таких случаев снизилось на 66%. Таких результатов удалось достичь благодаря комплексным мерам по борьбе с наркозависимостью. С 2018 года в больницах Вязьмы, Рославля и Ярцева начали свою работу кабинеты по реабилитации наркозависимых пациентов. В течение ближайшего времени запланировано открытие такого кабинета и в медико-санитарной части номер 135 города Десногорска. 22 марта в Историко-Краеведческом музее отмечали русский народный праздник в Сороке. Как раньше наши предки встречали весну, какие песни пели и какие вкусности готовили. Далее в сюжете. Весенний праздник Сороки – древняя славянская традиция. В этот день обычно проводят обряды и ритуалы, которые связаны с приходом весны. Согласно поверью, первые перелетные птицы приносят с собой весеннее тепло и открывают путь всем остальным пернатым, которые зимовали в других краях. По-своему, этот праздник провели в Десногорском Краеведческом музее. Благодаря фольклорному музыкальному коллективу под руководством Владимира Платонова вечер получился не только познавательным, но и веселым. Детям рассказали о забытых славянских инструментах. Смоленский рожок, трещотка, гусли и разнообразные свистульки были настоящим открытием для юных посетителей. Ребятам и самим удалось поиграть на некоторых инструментах и спеть народные песни. Также девчонки и мальчишки попытались поймать жавуру – фольклорное существо, олицетворяющее весну. Завершился вечер угощением и, конечно, довольными улыбками всех участников вечера. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. 20 марта в администрации Смоленской области подвери итоги экологического конкурса «Вторая жизнь отходов». Школьниками региона было представлено на оценку около 700 творческих работ. Это поделки, изделия и картины из уже ненужных материалов – бутылки, лампы, компакт-диски и другие. Награды за свои труды получили 24 юных защитника природы. Среди победителей есть и представитель города Десногорска. Диплом и ценный подарок из рук губернатора области Алексея Островского получила ученица 2-го класса 3-й школы Десногорска Евангелина Казанцева. Она заняла второе место. Целью конкурса было привлечь внимание общественности к отходам потребления и раздельному сбору мусора. В нынешнем мире гаджетов и смартфонов к классическому образованию конкурировать все сложнее. Но современные задачи требуют современных решений. Что такое веб-квест и зачем он нужен – разбиралась наша съемочная группа. Эпоха одних лишь учебников постепенно уходит в прошлое. В школьном образовании 21 века привычные методы обучения бок о бок соседствуют с современными технологиями. Загадочный термин «веб-квест» стал темой для собрания учителей в школе номер 2 Десногорска. Однажды, познакомившись в сети интернет с преподавателем из Кемеровской области, я увидела такую интересную работу, как веб-квест. Я заинтересовалась, познакомилась с преподавателем и попросила мне рассказать об этом. Олеся Рачек – учитель начальных классов и новатор учебного процесса. Благодаря ей у школы есть теперь хороший аргумент в борьбе за внимание своих подопечных. Главная идея веб-квеста – при помощи компьютера решить предложенное учителем задание. Материалы размещаются на страничке в сети, доступ к которой получают все участники игры. Темой веб-квеста может быть все что угодно – от исторических событий и известных личностей до высокотехнологичных загадок. Разбившись на группы, ребята готовят проект по заданной теме, который защищают в конце квеста. В школе уже успешно провели несколько игр. Например, ребята разбирались в биографии Аркадия Гайдара, а еще проанализировали сказку «Щелкунчик» и «Мышиный король». Такой игровой формат не только дает школьникам легко усвоить материал, но и помогает во многом другом. Коммуникативные навыки очень развиваются. Ребята становятся более эрудированы, потому что чаще всего после веб-квеста мы проводим, конечно, викторину. При этом современные технологии позволяют проводить квесты как среди учеников одной школы, так и со всеми желающими в любой точке России. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ Быть умным не только полезно, но и выгодно. Президент Владимир Путин поручил награждать победителей школьных олимпиад миллионам рублей. Такой указ уже вступил в силу. За золотую медаль, полученную в международных олимпиадах, будут выплачивать 1 миллион рублей. За серебряную медаль – 500 тысяч рублей. За бронзовую медаль – 400 тысяч рублей. При этом преподавателю, который подготовил победителя, выплатят такую же сумму, которую получил его подопечный. Но есть и условия получения денег. Согласно указу, они должны быть направлены на удовлетворение их потребностей в сфере образования, обеспечения отдыха и оздоровления, а также иных нужд, связанных с их развитием и самореализацией. Ночные погони и сложные головоломки – это лишь некоторые испытания, которые ждали участников автоквеста «Холодные игры в Десногорске». С новым городским развлечением познакомилась и наша съемочная группа. В пятницу вечером шесть команд собрались для того, чтобы принять участие в автоквесте. Небольшой инструктаж, и участники разбегаются по машинам. Время игры пошло. Автоквест «Холодные игры» – уникальное для Десногорска мероприятие. Несмотря на дебют подобного развлечения, организаторы основательно подготовились к нему. Квест был согласован с администрацией города и службой ГИБДД. Безопасность – ключевой элемент таких игр. Командам необходимо было воспользоваться не только навыками вождения, но и эрудицией. Всевозможные ребусы и загадки в разных частях города порой ставили их в тупик. При этом нужно было еще постараться прийти к финишу первым. За ходом игры в прямом эфире неустанно следил судья соревнований, он же организатор – Дмитрий Екименко. Именно он контролировал соблюдение правил и корректировал участников в случае возникновения трудностей. Задания участники получали на свои мобильные телефоны. По прибытии на указанное место нужно было найти и отправить специальный код. Это доступ к следующему этапу. Всего было семь этапов. Победитель определился спустя несколько часов. Сегодня мы приняли участие в игре «Холодные игры», которая впервые проводилась в Десногорске. И волею судьбы заняли первое место. Задания были для нас достаточно сложные, опыта по таким играм у нас не было. На выполнение всех заданий победителей первых «Холодных игр» ушло чуть более двух часов. Им достался памятный приз. Но автоквест – это тот редкий случай, когда удовольствие доставляет не столько победа, сколько участие. Было очень интересно, что легенда была из знаменитого фильма «Гарри Поттер». Кто-то смотрел, кто-то не смотрел. Было очень много смеха. Надо думать, очень хорошо думать. Мы не думали, что так все будет сложно. Новые игры планируются уже в апреле. И если такой досуг понравится Десногорцам, квесты сделают ежемесячной традицией. Олег Соловьев, Юлия Соболев, Стана Разганова, Десна ТВ. Театральная общественность обсуждает новые инициативы Министерства культуры Российской Федерации. Чиновники подготавливают законопроект, в котором ведут систему оценки востребованности работников в театрах и цирках. Предполагается, что в каждом учреждении культуры для этих целей появится специальная комиссия, которая на четверть будет состоять из представителей профсоюза. Она будет проводить оценку как соискателей, так и действующих артистов, певцов и акробатов. Если работника признают невостребованным, трудовой договор с ним будет расторгнут. При этом к этому нововведению уже есть вопросы. Так совершенно непонятно, по каким критериям будет оцениваться востребованность того или иного артиста. В конце выпуска о погоде 25 марта в Десногорске переменная облачность, днем плюс 7, ночью минус 2 градуса. Смотрите наш телеканал и не забывайте про сайт desnadefiz.ru. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!